Роблоксянчики, всем привет! С вами, как всегда, я с Квирти, и добро пожаловать в Адоптми! Сегодня мы с вами выясним, а кто же круче на самом деле? Девочка или мальчик? Кто круче строит? У кого больше идей? У кого больше фантазии? Всё это мы узнаем в этом выпуске. Мы набрали с вами определённое количество лайков и комментариев под прошлым выпуском, за что вам огромное спасибо. Ребятки, напоминаю, ребята, роблоксяне до начала стройки не знают свои тематики для домов. Эти тематики я придумываю прямо, вот прямо перед видео. Думаю, а что бы вот мальчику, а что бы вот девочке построить. Поэтому сейчас мы переходим с вами плавненько в игру и начинаем писать тему. Значит, Руруруб у нас и Уточка у нас строить сегодня будут. Руруруб пусть строит, знаете что? У меня тут начали появляться хейтеры, и я думаю, стоит им построить свой дом. Стоит им построить свой дом, и надо сделать так, чтобы этот дом был максимально неудобным. Неудобным, максимально, чтобы вот он заходил, и он вот-вот, он приходит домой, и он сразу чувствует боль. Сразу вот ему так плохо становится. Поэтому сейчас я напишу. Руруруб, ты строишь дом для хейтера. Короче, он должен быть максимально неудобным, максимально почему-то решётками зашло. Ладно, он должен быть неудобным. Руруруб, как видим, очень удивился. Уточка, уточка, моя дорогая, ты будешь строить, ты будешь строить, так как я самый медовый чувак на ютюбе, так как я самый-самый пчелиный и самый медовый крендель, ты будешь строить улей. Улей, а что бы нет? Давайте она будет строить улей. Если вы не знаете, улей это такая штука, где проживают, собственно, пчёлы. Поэтому я напишу ей. Ты строишь улей для пчёл? Ну что, я думаю, в течение трёх секунд они должны будут побежать к себе домой и начать строить. Итак, вы готовы, дети? Они готовы, всё, на счёт три. На счёт три. Раз, два, два, три. Побежали! Побежали, 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 побежали. Ребятки, напоминаю вам, если вы хотите попасть ко мне в видео, если вы хотите поучаствовать в съёмочках, то просто фоловьте меня в Роблоксе, а также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там я частенько выкладываю всякие смешные и интересные истории, и выкладываю, как вы рисуете меня, как вы делаете видосы про меня. Ребята, вот это вам огромный, конечно, респект за то, что вы делаете видосы. Это так иногда круто смотрится, и рисунки иногда бывают такие, что, мне кажется, это какие-то профессиональные художники прям рисуют меня, прям автопортрет прям с меня. Ну и, конечно же, и, конечно же, как и в любом моём другом видео, ребята, в этом видео не будет рекламы моего дискорд-сервера. Я не собираюсь его рекламировать, хватит меня об этом просить. Я не буду никогда рекламировать свой дискорд-сервер, потому что он пользуется какой-то огромной, просто бомбической популярностью среди трейдеров, среди просто ребята, которые ищут себе друзей, среди бабушек, которые заходят и ищут своих детей, собственно, внуков и правнуков. Рекламировать я его не буду. Но если вас это заинтересовало, ещё у нас там есть чат, где вы можете абсолютно бесплатно, без смс и регистрации, ругаться матом в открытую, если вас это интересует, то ссылочка в первом закреплённом комментарии. Но рекламировать такой чудесный и прекрасный сервер, я, конечно же, не буду. Это, ну это что? У меня что? У меня на канале нет ни одной рекламы вообще. Ни одной рекламы, ни на одном видео нет у меня. Ну и, соответственно, свой дискорд-сервер я тоже рекламировать не собираюсь. Хотя он максимально топовый. Ну что, ребятки, я думаю... О, Димон, привет. Опять в видосике. Здрасте-здрасте. В прошлом видосике мы запалили, как он сделал свадебный алтарь. Ну что, побежали, наверное, сначала к Рурурупу. Посмотрим, как у него начинаются строительные процессы. Так, скажем, что такое? Ха-ха-ха. Вот это неудобно. Подождите, вот это неудобно. Я такой захожу домой, и меня максимально встречает какая-то кривая постель. О, боль. А мне больно, 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 больно. Криво стоит телевизор. Ужас. Ужас, это отвратительно, Руруруп. Ты такие мерзкие вещи делаешь. Ты знаешь, что не нравится хейтерам. А здесь у нас что? А здесь у нас деревянный пол, и я уверен, что этот пол, он скрипучий. И шагаешь по этим дощечкам, и они по-любому максимально скрипучие. Туалет у нас здесь даже и нету, в помине. Ладненько, не будем мешать. Отправляемся к девочке. Уточка, уточка, посмотрим, что ты мне построила. Давайте зайдем к ней и посмотрим. Очень интересно. О-о-о-о, круто выглядит. Это очень классно выглядит. Слушай, ну пока что она поклеила обои, а она пока занимается клейкой обои. Обои пока выглядят очень классно, очень-очень медово. Мне это нравится. И бочечки, а в бочечках, я уверен, там сладкий, только и сотмед. Кстати, напишите в комментариях, вы вообще любите мед? А, нет, вообще, какие комментарии? Не пишите ничего в комментариях. Напишите лучших, нет, пишите в комментариях, но хэштег, пишите хэштег люблю мед, хэштег люблю мед или не люблю мед. И, ну, соответственно, почему вы его любите, и почему вы его не любите? Хотя, как можно не любить мед, я не знаю. Особенно мед из сот. Вы пробовали когда-нибудь мед из сот? вы его вкушаете этот мед и сот а потом жуете до жуете как жвачку эти соты это просто великолепно это просто delicious delicious это вкус это это вкуснотишес просто это великолеп не был просто офигительные офигительная сладость и пока ребятки строят я хочу вам рассказать о господи о господи дима что ты делаешь ты во что себя превратил дмитрий что с тобой не так почему ты почему-то в женском скине скажи пожалуйста что происходит с тобой видим последнее обновление то для тебя было да ладно я понял и пока ребятки строят я хочу вам рассказать как я с бабушкой в деревне снимал рой пчел если вы не знаете да то пчелы они имеют такое свойство роится роятся пчелы тогда когда в уле появляется еще одна матка в ульях есть матка то есть самое самое это king king пчела короче queen queen пчела появляется в уле королева пчел то есть матка и когда рождается новая матка случайно так происходит две семьи не могут жить в одном уле поэтому собирается какая-то часть пчелок с новой маткой с новой королевой пчел и улетают а улетают они обычно куда сначала они улетают куда-нибудь не знаю на яблоню да они на яблоню летят и все и они там таким сгустком висят и вот пока не таким сгустком висят пока они не улетели вообще в леса а в леса они улетают потом становятся дикими пчелами у диких пчел мед еще еще вкуснее в 33 раза так вот пока это трое пчел висит на яблоне нужно этих пчел снять снимается тоже специальными приборами специальной дымилкой а дым если вы не знаете дым он успокаивает пчел не знаю почему если вы видели до пасечники они подходят к ую такой штукой который дымит этот дым он специального и я у меня прямо из одной из на из одной стороны в другой кидает этот дым он обычно делается не из обычных опилок на деревьях растут такие грибы огромные я не помню как они называются вот эти грибы они спиливаются с деревьев такие огромные шапочки такие наверно видели вот эти грибы они спиливаются с деревьев кладутся в этот дымитель зажигаются и вот этот вот дым вот этот грибной дым он почему-то успокаивает пчел так вот вы подходите значит к яблони и начинаете их одымливать этим дымом они успокаиваются и вы их в такую специальную сеточку хлоп все сбрасывайте вместе с королевой пчел и все и переселяйте в новый улей так вот один раз так произошло со мной в деревне с моей бабушкой и со мной в деревне я иду брать яблоки я иду такой веселенький хочу покушать яблок и вижу на яблони огромный рой пчел огромный просто рой вот такой вот огромный рой пчел я подхожу смотрю они начинают около меня летать вы представляете вы представляете они начинают вокруг меня летать я бегу к бабушке говорю там пчелы баба там пчелы чё делать она мне говорит внучок не беспокойся сейчас я тебе покажу берет эту огромную сетку берет этот пыльник огромный который дымит подходит к этим пчелам обдымливает их полностью обдымливает и сбрасывает в эту корзинку конец истории а еще ребята ой такой орный случай был пока ребята стоит и вам расскажу еще одну орную историю короче я тоже был мелкий если вы поняли да у меня в деревья были деревья хэштег деревья не в деревне а в деревья хэштег деревья у меня в деревне собственно была пасека а так как вы понимаете да что я очень очень добрый парень я очень любил пчел и когда я был маленький у нас была огромная бочка с водой но я думаю у каждого в деревне есть огромная бочка с водой где скапливается дождевая вода так вот и около этой бочки и пока по краешку этой бочки всегда были пчелки всегда они оттуда брали водицу да попить несли в улей и вот их там было очень много а эта бочка стояла прямо у входа к дому и одним ранним утром я просыпаюсь выхожу в деревне да смотрю пчелочки любимые мои пчелочки сидят на бочке пьют водичку и так мне этот понравилось что я решил эту бочку обмазать медом короче я решил обмазать ее медом ну думаю они же они же водичку пьют ну и мед они тоже любят они же его делают они значит любят мед надо обмазать и я вот эти края бочки полностью обмазал медом ну да как так как вы понимаете у меня дома был всегда мед он и сейчас есть этот мед потому что его очень люблю я обмазал края бочки этим медом что было потом лучше не знать это был просто трэш и я отошел на 20 минут возвращаясь а там вот полностью вот такая шапка огромная этих пчел они полностью облепили эту бочку круглую я бегу опять к бабушке говорю бабушка там пчелы чё делать она выходит из дома и видит эту картину огромная бочка с водой на краях этой бочки огромная шапка из пчелы игры я пчелок хотел покормить я им намазал меда здесь но это был трэш это был трэш те пчелки которые собирают пыльцу те пчелки которые собирают водичку собирают мед который намазал скверти они не кусаются если конечно вы только на нее не наступите потому что это не боевые пчелы есть там куча куча подразделению пчел есть боевые пчелы есть рутни есть вот пчелки которые носят пыльцу и прочее прочее и вот те пчелы которые собирают пыльцу которые собирают водичку они не кусаются в основном они не кусаются если вы сами конечно их не будете трогать по этому чем мы сделали с этой бочкой но не мы бабушки потому что пчел я в тот момент еще боялся бабушка взяла просто окатила эту бочку водой и все единый весь мед смылся и они радостные полетели домой обожравшись меда и отпившись воды а я тоже пошел гулять и купаться вот такая хорошая интересная история ребята так ну что я думаю пора зайти в дом хейтера чо они нам там настроили ребятки сейчас мы заходим к мальчику смог о алдит господи что все умерли команд серьезно все умерли так 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 а здесь на что а здесь нас решетки решетки я знаю к чему он это построил он это построил к тому что человек заходит в адаптами и все что он напишет всегда решетками закрывается это худшее мучение будет это будет худшее мучение кид коробки здесь грязные у него валяются какой-то глобус посередине о мага от как же здесь все криво отвратительно господи ты умеешь делать ужасные вещи ru ru ты просто какой-то злой гений это ужасно выглядит какая-то одна лампочка темная страшная одна лампочка ребята все отправляемся к девочке ру ру пока трогать не будем совсем скоро у нас уже финал и мы подведем итоги кто же выиграл кто же выиграл мальчик или девочку слушайте а здесь походу как в прошлой серии у нас опять торгаш девочка торгашом оказалось смотрите чего у нас здесь есть опять огромное огромное количество меда это все соты слушайте вот это все соты и мне кажется было бы круче если бы она все обои сделала сотами и пол соты чтобы был и все 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 чтобы было сотами слушайте очень классно бочки с медом здесь а я и все-все-все я убегаю не хочу больше смотреть мне очень интересно я хочу финальную концовочку посмотреть ну что подождем совсем чуть осталось им осталось достроить совсем чуть-чуть ребятки не будем их больше тревожить сейчас будет обрезочка и так у нас в адопт минат значит прошло 10 минут ребята давайте сейчас зайдем и посмотрим что же построил девочка построил девочка построила девочка построила девочка и построил мальчик ребятки если вы еще не смотрели прошлую серию где были такие же соревнования девочки и мальчика то передите по ссылочке в правом верхнем углу она сейчас всплывет вот так вот всплывет все поехали давайте посмотрим дом хейтера этот дом должен максимально приносить боль господи иисусе ребята это огонь это офигенно край 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 решеточки все у него здесь максимально неудобно посмотрите какие-то надгробия какие-то хадости посмотрите какие ужасные вещи так смотрим от первого лица это это ужас посмотрите но это просто дом бомжа просто тут у нее две кровати какие-то он ужас ужас деревянные решеточки все отвратительно выглядит все ужасное руру ты создал дьявола ты создал худшую в мире комнату худший в мире дом который вообще возможно создать в адоптами ты создал просто отвратительную вещь какую-то но ты большой молодец ты очень постарался мне понравилось суфер что такое суфер я не знаю все максимально ужасно все максимально при крипово отлично отправляюсь теперь к девочке посмотрим что же у нее получилось за 10 минут строительства напоминаю девочку настроила с вами улей улей медовый дом господи да ладно ребята посмотреть все давайте посмотрим сейчас от первого лица все что не здесь она пчелку посмотрите она пчелку закинула в мини улей это очень круто посмотрите у нее тут она у нет она тут у нее спит пчелка в улей спит ребята это огонь это просто бомба это мощная мощная вот здесь наверно должен течь мед а это и есть мед ребята у нее тут мед течет офигеть бочки с медом так она тут значит продает мед надо у нее спросить почем почем банка почем банка меда бесплатно но это видимо для меня видимо для меня бесплатно хорошо так давайте посмотрим что у нее в этой комнатке а в этой комнатке смотрите у нее здесь улей хата улей а здесь посмотрите ребятки у нее кроватки для пчелок видимо давайте достанем пчелку и положим ее поспать здесь ага ну-ка слип да ребята это очень мило выглядит это очень классно очень классно смотрим следующую комнатку здесь у нее ванная душевая как будто это как будто это мед реально посмотрите как будто это мед вот эти облачка на сюда очень классно поставила мне очень понравилось так ну что ну что ну что ну что ну что ну что он как вы думаете кто победил как вы думаете ну кто вот кто вообще может здесь победить смотрим значит ru 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 или у . обязательно кто на примере сейчас пишите пишите хэштег победила девочка хэштег победил мальчик за кого вы голосуете ну кто но мне очень интересно как вы думаете кто победил у кого красивее у лучше лучше по идее так скажем у ру ру по или уточки у кого лучше интересненько очень сложное решение ребята очень сложное решение оба дома мне очень понравились но мне кажется что ребята хорошенечко постарались и оба заслуживают подарка оба заслуживают подарка поэтому сейчас мы заходим к ру ру по и предлагаем ему собственно трейд естественно ребятки последнее слово последнее голосование за вами вы только вы решаете кто победил в этой битве ну а решайте вы естественно в комментариях вы можете написать победил девочка или победил мальчик и мы посмотрим потом когда-нибудь чих комментариев больше чих комментариев больше чих голосов больше за мальчика или за девочку ру руб я надеюсь ты очень рад этой флайзельки и сейчас мы побежим к девочке к нашей это же подарим ей флайзельку удочка удочка где ты я надеюсь ты еще дома давайте подбежим к ней и дадим удочка удочка где ты а вот она Вот она. Солнышко, держи. Принимай трейд и принимай флайзельку. Отлично, флайзелька уходит уточке-уточке. Спасибо огромное за участие, ребята. Если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте палец вверх. Если это видео соберет, давайте, 2000 лайков, то мы запишем с вами третью серию битвы. Мальчик против девочки. Всем удачи, ребятки, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok